Всем привет! С вами Метал Соник и сегодня я решил пройти такую игру как Ultimate Spider-Man. На самом деле это моя любимая игра про Джека Паука на ПК, поэтому я решил её пройти. Сразу скажу, что я играть буду на английском, но некоторые катсцены, наверное, я буду переводить. Ну что ж, давайте начнём игру. Назовусь как-нибудь Метал Соник. Вот так. Окей. И начинаем первую главу. Это как всё случилось. Несколько месяцев назад я был своим другом Эдиблоком, Лайт Питер Паркер. Ну в общем, они с Эдиблоком наши лекарства. Ой, это костюм, который был создан их отцом Питера и Эдиблока. Ну вот отец Паркера говорит, что это лекарство от рака. Утимит вселенная на самом деле это не инопланетные симбиоты, а лекарство от рака. Я именно по виному говорю. Они забрали костюм. У нас не собирался им его отдавать, Клейп Паук. Я знал, что он поконит, что он начал. Круто. Что случилось? Ну вот, это длилось недолго. Что случилось со мной? Что со мной? Я не знаю, чем стал костюм, но они могут его контролировать. Так что я не думал, что кто-то выдержит его. Ну когда я узнал, что я сделал, он, мягко говоря, разорвился. Ну собственно говоря, вот так Эдиблок стал виновым. Нажмите убей, чтобы бить, е, чтобы пинать. Эдит, ты умнее его. Это ты, а не костюм. Это костюм, а не ты. Эти графика в игре, тут комиксовая. Что используется так называемый салшейдинг, когда контуры персонажей, как бы сказать, обезены черным. Надо увезти Эдди, пока никто не пострадал. Так, отводим его к этим портам. Ну тут у нас схватка завязалась, так сказать, между Эдиблом Блоком. Так, побег. Нажимайте левую кнопку мыши и правую кнопку мыши, чтобы убежать от схватки Венома. Ну в принципе-то это очень легко, поэтому сейчас мы сбежим. Тут у нас махач между Веномом. Между Паркером и Веномом. Схват. Ну ладно. Я это в принципе уже 10 раз сказал. Ну мы наконец-то победили. О, копы подъехали. Руки за голову. О. Что это за фигня? Ну и здесь вот Эдиблока даже жалко становится. То, что он заэлектризовался. Ну тут у нас школа Паркера. Я ему не нужен. Мне нужно его вернуть. Он еще не закончен. Я не могу ходить в обычной одежде. Но я еще не закончилась с этим костюмом. Я не могу все рассказать. Пожалуйста, не надо. Массачий через полчаса будет готов. Ладно. Попытаюсь. Ну как-то так. Ну вы видели, что костюм Паркера находится, так сказать, у Мэй и Джейн. Потому что она его, ну грубо говоря, зашивает. И нам пока нужно ходить в такой, ну, как бы в гражданской одежде, так. Когда в воздухе, нажмите пробел снова для двойного прыжка. На самом деле, эта игра вообще офигенная. Мне нравится. Супер. Нас учит, учит прыжкам. На самом деле, тут прыжки, мне кажется, неестественно высокие. Паук просто ломает законы физики. Ну ладно. Привались мы до нашего дома. У полиции расскажут про ограбление в банке. И пунчок, конечно, то есть Питер Паркер, конечно же, отправляется туда. Вот тут начинается же самое интересное для меня, именно это, как раз таки, полеты на паутине. Вот из игры на ПК, вот именно, в Ultimate Spider-Man, самые лучшие полеты на паутине. Вот в Spider-Man 2 именно на ПК был вообще ужасный полет на паутине. Дело в том, что там полцепляясь, ну не за знания, а за паутинки какие-то непонятные, висячие в воздухе. Ну ладно, мы прибыли на пункт назначения, на место назначения к Мэйджи. Та-да! О, ты напугал меня. Ты зашила костюм. Там просто проблемы на улице. Несколько кварталов отсюда. Ну вот мы настоящим пауком стали. Кстати, я раньше не замечал, что в игре такие комиксовые облака. Ну ладно. Ну что ж, Spider-Man надо отправляться на миссию и спасти банк от окравления. Уйдите с пути, букашки. Я думал, у тебя зовут Герман. О нет, это ты. Я убью тебя, говорит Шокер. Ну мы-то знаем, что... Ну, что человек полк победит. Ну, в Утимии Вселенной на самом деле это Шокер. Тупо мелкий воишка, который нифига как бы не умеет. Но строит из себя мега злодея. Ну такое. Как-то так. Пожалуйста, нет. У меня есть дети. А у меня есть собака. Ребята, вы же ходячие клеши. Серьезно. Серьезно, оставьте леди в покое. Паука. Сейчас мы придадим... Придадим урок этим бандитам. Кстати, вот в игре какая фишка. Если вы победили врага, допустим, то у вас есть несколько секунд, чтобы развязать его паутиной. Потому что в других играх преступники или враги просто остаются лежать на земле. А здесь именно показывают, что паук не убивает врагов, а запаутинивает их. Давайте пойдем-ка ты, леди. Спросим, что вы в порядке? Уходи от меня, урод, она говорит. Это что люди такие везливые? Да. Ну это я искал, а я перевел, что скал-паук. Ну, боеваяся с него тут похуже, чем во втором пауке на второй Плейстейшн. Так. Ну тоже пойдет в сносное. Ну вот мы закончили нашу первую миссию, в принципе. Ну давайте пойдем в гонку с Джонни Штормом. Ну вот и она. Ну ее-е-е-е, паук. Джонни Шторм из фантастической четверки. Что я делаю в Кунисе? Что я делаю в Кунисе? Мне нужно тут быть. Иди, спасай мир. У меня есть лучшая идея. Скажем, короткая гонка. Что это? Просто потому что ты можешь летать? Я верю в то, что говорю. Ну давай. Ну, Джонни Шторм тут выпендывает и думает, что он победит. Ой, что-то я жутко залагал. Так. Зайду в настройки кое-чего. Изменю, чтобы играть так лакал. Уменьшу дальность прорисовки и выкручу детальные тени. В принципе, зачем они нужны? Ну вот так намного лучше. На самом деле, когда я в первый раз играл, я вообще мучился вот с этой миссией. Но потом, как-то не знаю, натренировался и, ну, грубо говоря, с первого раза прохожу. Серьезно, в первый раз такая фигня отвоилась. Я даже в эти кольца попасть не мог. На самом деле, вот здесь будет много гонок с Джонни Штормом. Вот. Ну, они, разумеется, здесь не просто так. Дело в том, что с каждой гонкой скорость полетов паука, насколько я помню, увеличивается. Как-то так. О боже, сколько секунд я потратил. На самом деле, здесь такая система полетов удобная, что вообще легко дается полет на паутине. И, кстати, интересный факт. Утинка в ТГ, утинка в ТГ зеленая. Прямо как в комиксе. Что круто довольно. Джонни Шторм уже. Понятно, что у нас недопонят тоже, в принципе. Исход комики определен. Ну, и вот мы побеждаем. О, нет. Ты быстрее, чем я думал. Если хочешь еще погоняться, ищи меня. Гонки с легкими трюками разблокированы. Скорость полетов уровень 2 активен. Как раз таки вот именно вот об этом я вам говорю, что скорость полетов увеличивается. Если честно, я вот даже сейчас не знаю, что говорить. Наверное, потому что 1 сентября. Кстати, да, 1 сентября. Если кто не знал. Ну, тут, в принципе, у нас перерыв такой между миссиями. И нас просят заниматься побочными, выполнять побочные миссии, чтобы открыть, ну, глубоко говоря, сюжетный, сюжетную линию. Ну, на самом деле, я не люблю вот эту всю историю с этим, с этими побочными миссиями. Потому что, не знаю, немножко удовольствие от игры это отбивает. Да и плюс тут не так интересно, как в том же пауке для PlayStation 2 во втором пауке. Который я, кстати, всё время упоминаю почему-то. Ну, вообще, он считается лучшей прикрой по паука среди фанатов. Ну, я не могу поиграть, потому что, к сожалению, у меня не такой мощный комп. Ну, в принципе, да ладно, можно тут посмотреть прохождение. Ну, так, ну, вот этих вот чудиков мы победили на раз-два. Так, что-то там какой-то рекламный щит. Что-то там Африка, что-то такое. Не знаю, возможно, это почему-то отсылка, может, я не знаю. Так или иначе, мы летим дальше. Кстати, а скорость полётов по паука заметно улучшилась. Да ёпп раз, это он взлетелся в здание. Так, мне показалось, я видел жетон. Жетон где-то. Так, нет, видимо, я показалось. Ну, я уже вижу маркер миссии там. О, постойте, я что-то пропустил. Да. Кстати, эти фишечки не просто так разбросаны. Дело в том, что если их открыть, можно какой-то там бонусный контент открыть в виде обложек комиксов тех самых. На самом деле, я эти комиксы не застал, потому что это родилось именно в то время, когда их издавали в России. Где-то 2002-2003 году их издавали. Так что вот, такие вот дела. Но мы тем временем поднялись на новые высоты. У-ху-ху! Так. Вальных. Хватит играться, давайте зайдём на миссию. И не просто миссию, а миссию с Веномом. Какой странный. Это у нас сериатник Тумс. Послушай меня. Я имею в виду Квинс, слушай. Я видел костюм. Ты слышишь меня? Костюм. Но это было для Антонса или Стервятник. Ты не знал, что произошло. Не знаю, как много дней прошло. И не знаю, как я ещё жив. Ну, вот Веном съел человека. Ну, собственно, вот вторая особенность этой игры. Это игра за Венома. И это просто офигенно. Серьёзно. Когда я первый раз включил вот эту игру и узнал, что можно играть за Венома, я вообще думаю, вот это поворот. Ну, мы видим, как делается Веном с помощью своих гигантских кулаков. На самом деле, посмотрите на него. В ультимейте вселенной он просто невероятных размеров. Ну, костюм Веном он должен питаться. Это написано. В принципе, для этого нужно есть людей. Вот так. Но не есть как-то брать из них энергию как-то так. Мы съели чувака. И довольно крипово на самом деле выглядит. И тут нам рассказывают, как карабкаться по стене. И вы, ну, обратите внимание, как он грубо лезет по стене, ломая кирпичи, грубо говоря. И да, читая много раз говорю слово грубо говоря. Точнее, это не слово, это как бы фраза, но не суть важна. Давайте немножко подзаядимся так сказать. Ну, курсон, курсор показывает, куда идти, как будто мы сами не знаем. Хотя, в принципе, тут сама могу забраться, не трудно. Ну, в общем, сейчас мы можем взять мозг и произойдет кое-что интересное. Ну, вы уже догадались, что. Если вы играли в эту игру, конечно. Куда же? Все круто. А нет, Торсома, типа, сказал крутая заварушка. Как-то так. давай сразимся чуть тип того у нас битва с битва довольно неожиданная с самар на самом деле лучше его не есть сама потому что он нанесет ногу дамага урона числа за закликаем угловая сама не особой тактики никакой не надо с ней давайте его бросим так чувак ты не знаешь какую ошибку совершаешь говорит осомаха на самом деле ошибку сама осомаха завершает сражается гигантским симбиотическим мозг у нас опять такой крик крик тайм ивент у мы переместились бой венома составах и поместимся в новую локацию учит он совсем тоже вышивался давайте лучше отойдем вот так сильная на дно к и сейчас искал потерять здоровье что я нифига его не вижу вот он успел наконец-таки не но это довольно странно что веном придется маху кубок ну мне так кажется потому что ножка как не какая генерация есть в принципе на сегодня это все потому что части так уже слишком длинная вышла следующая часть выйдет я честно говоря еще не решил когда ну так или иначе подписывайтесь если вам понравилось видео ставьте лайки и смотрите другие видео на моем канале ну потому что здесь еще есть прохождение сам самого классного человека паука 2000 года так что заходите и смотрите но сейчас всем пока